Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга, и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В школах муниципалитета прошли утренние зарядки для учащихся. На строящемся храме преподобного Серафима Саровского установили купола. Во дворце спортовидное состоялся единый день сдачи норм ГТО. Доказала себе, еще раз сыну, что несмотря на мой, так сказать, возраст, я могу. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В муниципалитете к этому событию приурочено множество мероприятий. Во всех школах округа прошли утренние зарядки для учащихся. Мы побывали в 11-й и в 7-й школах города Видное. В 11-й школе города Видное утреннюю зарядку провели для учеников вторых классов. Ребята собрались в спортивном зале, где активисты из российского движения школьников подготовили для них танцевальную программу. Мы актив школы и мы всегда проводим какие-то подобные мероприятия, либо для всей школы, либо же только для младшей школы. Мы очень любим их радовать, сделать какие-то приятные сюрпризы, чтобы им было весело. И вот накануне Дня здоровья мы тоже решили провести веселую зарядку для них, чтобы они немного повеселились и с утра поднять их настроение. Мальчики и девочки повторяли зажигательное движение за старшеклассниками и преподавателем физкультуры. В школе развито дополнительное спортивное образование. Многие учащиеся посещают секции волейбола и баскетбола и добиваются высоких результатов на окружных соревнованиях. С большим удовольствием ребята на переменах занимаются спортом, приходят подтягиваться или отрабатывают, забивают мячи ворота и также теннисом на переменах занимаются, настольным. Начиная свой день с зарядки, можно получить заряд бодрости и хорошего настроения. В седьмой школе ее решили провести на улице. Здесь в мероприятии принимали участие пятые и шестые классы. Вместе с ними выполняли упражнения их учителя, а также директор образовательного учреждения. Дети должны и кушать хорошо, и двигаться, и это помогает не только физическому развитию, это помогает еще и мыслить правильно, развивать и разум. Поэтому я думаю, это да, да, очень важно, всегда важно. Несмотря на прохладную погоду, никто не замерз. Ведь ребята на протяжении целого урока активно двигались. У всех на лицах были улыбки. Оно и понятно, впереди школьников ждут весенние каникулы. Мне очень понравилась эта зарядка, так заряжает на весь этот учебный день. И мы сможем закончить благодаря этой зарядке эту четверть. Также в школах прошли классные часы на тему здорового образа жизни и правильного питания. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в ходе своего рабочего визита проверил, как проходит капитальный ремонт в трех домах в Видном. А также узнал, у местных жителей довольны ли они работой подрядчиков. Тему продолжит Екатерина Борисова. В этом году в губернаторскую программу «Мой подъезд» в Ленинском городском округе попало 18 объектов. 31-й дом по строительной улице – один из адресов, где планируется этой весной отремонтировать шесть подъездов по программе софинансирования. Проверить ход работ приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. К нему присоединились представители администрации и депутатского корпуса. Вот здесь будут стеклопады стоять, пол полосы плитку будет лезть, радиатор отопления будет новый стоять, лестница будет полностью, видите, мы ее полностью все обновляем. Старую потемневшую плитку пришлось убрать. Вместо нее стены подъездов планировали покрыть жидкой штукатуркой. Но вот жители отнеслись к решению скептически. Помогите, найдите средства какие-то. А что не хватает? Плитку надо. На первом этаже мы хотим холить сделать плитку. Увы, накопления на счету дома недостаточно для того, чтобы вновь выложить подъезды плиткой. Но компромисс необходимо найти, заключил Владимир Жук. Есть проблемы с финансированием, материал сейчас немножко начинает дорожать. Ну, находим компромиссы, с жителями встретились, попросили их свои желания оформить письменно, для того, чтобы спокойно сесть, посмотреть, что можно убрать, что можно добавить, для того, чтобы найти действительно компромисс, который всех устроит. Подрядчик идет навстречу, да, он говорит, что мы попробуем хотя бы часть работ отделочных сделать плиткой. То, что и просили, собственно говоря, жить. То есть некий фартук, да, для того, чтобы и износ был ниже, и, естественно, это и красоты добавит. Я это полностью поддерживаю, потому что я считаю, что раз мы уже задали высокую планку, да, этим работам, то мы должны ее придерживаться. Затем народный избранник отправился на улицу Гаевского. Здесь в данный момент проходят работы по замене кровли в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. На Гаевского 12А у нас проводятся работы по замене кровельного покрытия. То есть сейчас тут шифер старый, мы его демонтируем, меняем контур обрешетку, обрешетку, пароизоляцию ставим, и уже покрытие будет фальцевое. Вот, плюс водосток делаем. А вот у дома 14А по улице Гаевского поменяют всю кровлю полностью. Полный демонтаж, мурлаты, стропильная система, обрешетка, пароизоляция, ну и уже финишное покрытие. И также обязательно делаем утепление еще дачного перекрытия. Владимир Жук пообщался с представителями подрядчика, жителями домов и узнал, как они оценивают качество проводимых работ. Проблем с материалом нет, материал закуплен, проблем с работами, с графиком тоже. Все идет по плану. Жители подтвердили, что сначала работы, ни одной протечки не было. В общем-то, замечание некритичное касается вывоза строительного мусора. Он выводится по графику. Подрядчик еще раз в этом услышал жителей. Плюс, выяснилось, есть потребность в установке ИДН, так называемых, народе лежачих полицейских. Сейчас мы рассмотрим эту возможность и постараемся в текущем году это все осуществить. Там не такая сложная работа. Поддержим, да. Все работы с кровлей планируется завершить в течение 35 дней. Екатерина Ворисова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. В поселке Дрожжино заканчивается возведение храма преподобного Серафима Саровского. Здесь произошло важное для прихожан событие – установка на храм куполов. Теперь многие жители микрорайона Бутово-парк-2 будут видеть из своих окон золотые маковки. Как скоро в храме начнутся службы, узнал наш корреспондент Максим Козлов. Несколько десятков прихожан пришли, чтобы лично посмотреть на процесс водружения куполов и крестов на храм. А заодно и снять это на телефон, чтобы поделиться с близкими. Перед обрядом освящения важных символов присутствующим обратился благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин. Радостно, что вы сегодня пришли помолиться, потому что храм в том числе укрепляется, растет и строится по молитвам тех людей, которые в него приходят. Самый распространенный цвет православных куполов олицетворяет вечность и небесную славу. Золотые главы уединчают, например, Московский храм Христа Спасителя и Кремлевские соборы – Успенский, Благовещенский и Архангельский. Несмотря на то, что храм преображения Серафима Саровского еще находится в процессе строительства, вокруг него уже активно ведется духовная и культурная жизнь. Есть даже страничка во Вконтакте. Первая запись здесь сделана от 30 августа 2021 года. Эту дату можно считать началом строительства церкви. Есть здесь и видео чинозакладки храма, который 19 декабря совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Вокруг церкви растут сосны и ели, и рабочим приходилось проявлять мастерство, чтобы доставить купола с земли на крышу храма. А наблюдающих за этим прихожан переполняли эмоции, которые сложно выразить словами. А какие чувства испытываешь? Радостью, душевного удовлетворения. Внутри церкви еще ведется строительство. Традиции современного зодчества здесь совместят с современными технологиями. Будет даже теплый пол. Настоятель храма священник Александр Шестопалов рассказывает благочинному церкве Видноского округа о планах по возведению иконостаса и о том, как все будет обстоять в первое время. Хороший речек, он не будет вырезать иконостас, у меня проект уже, если я могу показать по талану, престол 80 на 80 весной и жертвы. Все будет в одной композиции. Рядом с храмом возвели еще одно здание и тоже из дерева. Здесь будут располагаться церковная лавка и трапезная. Закончить большинство работ планируется через три недели, а первую службу здесь проведут накануне Пасхи. Семь лет мы сюда приехали, вот ждали его. Он там должен был строиться, а сейчас вот здесь выбрали место еще лучше. Ждали мы. Ну а так, внешне-то нравится, внутренне? Конечно, очень нравится. Какой-то как теремочек. И батюшка у нас хорошая. В микрорайоне Бутова парк 2 проживает более 50 тысяч человек, а потому количество прихожан будет довольно внушительным. Церковь небольшая, но ее настоятель с оптимизмом смотрит в будущее. В дальнейшем будет планироваться строительство еще большего храма, но уже из камня, в честь спасения рукоторного образа. А этот храм из сруба, он предназначен для того, чтобы уже начались регулярные богослужения на этом месте для жителей этого микрорайона. Уже скоро на окнах появятся наличники и еще ряд декоративных элементов, и церковь приобретет законченный вид. А службы будут проводиться по расписанию. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялся единый день сдачи норм ГТО. Больше сотни участников пришли сюда, чтобы испытать себя на силу и выносливость. Свои умения показали не только молодежь и школьники, но и спортсмены с большим стажем. Подробности в сюжете Юлия Погасьян. С тех пор, как в России возобновили сдачу норм ГТО, каждый год к проекту подключается все больше людей. В основном это молодежь, ведь с 2015-го результаты физической подготовки напрямую влияют на единый государственный экзамен. Прибавляются баллы к итоговой оценке. Это стало хорошим стимулом для старшеклассников. Это как минимум занятие спорта. И очень хорошее настроение, дает позитив на весь день. Каким-то спортом занимаетесь? Да, футболом. Единый день сдачи норм программы «Готов к труду и обороне». Вид нам прошел в стенах Дворца спорта. Здесь для этого выделили несколько залов, где расположились зоны по разным дисциплинам. Силовые, подтягивания, рыбок гири, прыжки в длину, отжимания, пресс-лежа, челночный бег и стрельба. Всем удачи, всем спорт. И огромную выразить благодарность организаторам этого всего мероприятия. Торжественное открытие мероприятия посетила начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Юлира Ковалерская, которая наряду с остальными участниками зарегистрировалась, получила порядковый номер, бегунок и приступила к сдаче норм ГТО. «Наши дети забросили занятия спортом, а то, что им необходимо получить золотой значок ГТО, заставляет их заниматься и массовыми видами спорта, и физкультурой, потому что золотой значок дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы». Если дети в основном сдают ГТО из-за ЕГЭ, то взрослым просто интересно проверить себя на выносливость. Так поступил и депутат Павел Русаков. «Попробуйте узнать, чем не пробовать, не узнавая. Все правильно. Спасибо». «Я сегодня первый раз приобщился. Было трудно, но я считаю это очень важный момент формирования вообще человека, физической культуры, потому что мы можем подвести некий итог своих возможностей, сразу для себя отметить, что мы можем, что мы не можем и где надо доработать». А вот что дорабатывать уже точно не надо, знает спортсменка-любительница со стажем Наталья Голубенко. В свои 59 женщина не перестает вести активный образ жизни. Имеет несколько золотых значков ГТО Советского Союза, теперь решила пополнить коллекцию и российским. «В течение года постепенно, сначала у нас были лыжи, затем было плавание, потом силовые, потом стрельба, потом легкая атлетика и кросс. Я все это прошла, сдала и доказала себе, еще раз сыну, что несмотря на мой, так сказать, возраст, я могу». Заслуженный золотой значок Наталье вручили во время церемонии торжественного открытия мероприятия. Женщина стала отличным примером для молодежи, как упорство и труд могут дать положительные результаты. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ. На сегодня это все. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин